Переходим к третьему заданию устной части, и оно выглядит следующим образом. Это задание базового уровня сложности, но я предполагаю, что все-таки его должны перевести в задание повышенного уровня сложности, и вот почему. Как все происходит? Это задание, в отличие от двух предыдущих, не имеет опоры на текст. То есть перед вами на экране не будет никакого текста, а просто будет написано, что сейчас вы услышите интервью и пять вопросов, на которые вам нужно будет ответить. То есть вы увидите только задание, только канву, а сами вопросы вы не увидите. То есть их необходимо воспринимать на слух, и времени на обдумывание нет. Итак, с чего все начинается? Вы видите сначала текст с заданием, то есть что сейчас будет происходить, и далее включается аудиозапись. Сразу же вы слышите вступление спикера, он говорит довольно медленно, понятно, и задает пять последовательных вопросов с промежутком в 40 секунд, для того, чтобы вы выводите 40 секунд, дали ответ в двух-трех фразах, в двух-трех фразах, ну, конкретно отвечая на вопрос. Времени на обдумывание нет. В этом как бы сложность такая, то есть нужно отвечать сходу. Итак, за каждый правильный ответ, данный вами, вы получаете по одному баллу. То есть максимально за это задание мы получаем с вами пять баллов. Ответ, напомню, в двух-трех фразах, в двух-трех предложениях не меньше, иначе балл не будет засчитан. Иногда, чаще всего на самом деле, в одном вопросе дается несколько вопросов. Например, вы любите картошку, и почему, или почему да, почему нет. То есть вам как бы нужно ответить, любите ли вы картошку, и далее еще пояснить почему. То есть два в одном. И на каждый аспект нужно дать ответ. Важным моментом является то, что в 23-м году создали список ошибок. Ошибок. Я его добавлю, посмотрите. Это ошибки уровня А2. Он довольно ограниченный, и там есть сложности, определенные для проверки. Узость критерия. То есть, к примеру, там, не знаю, предлоги времени эксперт засчитает за ошибку. Если в предлогах времени вы сделали ошибку, там вы сказали, я не знаю, in four o'clock вместо at four, да, o'clock. В четыре часа. Со временем мы используем предлог at. Ошибку засчитает. Но если вы сделаете ошибку в предлоге места, да, к примеру, скажете вместо on the table, там, не знаю, in the table, ну, что-то такое, да, условно, то эксперт не, то есть, эту ошибку не засчитает. То есть, как бы, молодец, мальчик, все хорошо. То есть, узость определенная вот этого критерия на данный, на момент 23-го года сохранялась. Я думаю, что они здесь внесут правки, но суть в чем? В том, что есть перечень ошибок довольно базовых. К примеру, ошибки в present simple. Если вы сказали he leave, минус балл, при том, что вы, например, контекстуально полностью правильно ответили. Или вы сказали many three во множном числе, там, вместо many trees, минус балл. То есть, он довольно строгий. Ошибки базовые. То есть, раз задание соответствует уровню А2, значит, вы должны знать грамматику уровня А2 и лексику уровня А2 соответственно. При том, что вопросы могут быть, к примеру, по теме environment, climate, такие, да, неплохие, скажем так, или на исторические какие-то темы. Попробую еще выскажусь в двух-трех предложениях. Но все-таки здесь есть выход. Когда вы начинаете отвечать, во-первых, используйте обязательно вводные конструкции. Кстати, вот так выглядит само задание. Естественно, круг тем ограничен кодификатором. Но на самом деле это все возможные топики, которые, в общем-то, могут попасть. Вы их в школе изучаете. Не переживайте, он все равно ограничен. И все на годовом курсе. Абсолютно мы пройдем и попрактикуем. Итак, то есть так вот выглядит задание. То, что вы увидите на экране. Включается аудиозапись. Ну, вот давайте обратим внимание на скрипт. То есть то, что вы слышите. Вот оно введение. Hello everybody, it's teenagers around the world. Channel our guest today is a teenager from Russia and we're going to discuss environment. Наша любимая тема. Environment protection даже. Would like to know our guest's point of view on this issue. Please answer five questions. So let's get started. Итак, да, вот мы воспринимаем сходу вопрос. Do you think it is important to protect nature? Why do you think so? Видите, два вопроса в одном. А как я рекомендую вам не тушеваться? То есть вы даете себе пару секунд с помощью вводной конструкции. Well, frankly speaking, to tell the truth to start with. И далее старайтесь по максимуму повторить формулировку самого вопроса. То, что вы услышите. I think it is important to protect nature because или as. Своё мнение. То есть вы таким образом уже как бы ответили на первую часть вопроса, уже ведёте пояснение и дали себе пару секунд подумать. И плюс, конечно, это задание решается практикой. Практикой, практикой. И, конечно же, прохождением лексики. Ну вот такие дела. То есть сходу вам нужно будет отвечать. Помните, что если вы совершили ошибку, ничего страшного, переговорите. И старайтесь говорить короткими предложениями, нераспространёнными, для того, чтобы меньше совершить ошибок. Помните, да, вот этот список базовых ошибок, он не очень приятный. Мало ли мы оговоримся. Мы и в русском оговариваемся, и в английском можем оговориться. Соответственно, поэтому говорите чётко, по делу, нераспространённо, чтобы не провоцировать никаких ошибок. Мы этому научимся на практике, чем я рекомендую вам сейчас и заняться. Практикуемся. Увидимся.